вот еще одна маленькая приятность еще один сувенирчик на память помните когда подкраивали детали для того чтобы собирать я говорила что если вы срежете треугольнички там сбоку не выкидывайте их они вам пригодятся зачем я объясню ну вот сейчас я вам покажу что куда может пригодиться на самом деле действительно войлок это такая безотходная технология вот мы сделаем дополнительное украшение нашему жилету хотя собственно носить его можно будет и при всяких разных других обстоятельствах итак мы берем и из этого из этих треугольничков нам надо вырезать пять таких не очень больших лепестков мы не будем большой вот такой вот формы почти сердечком ну четкого сердечка тут не будет вот они не обязательно должны быть одинаковой формы одинакового размера мы используем остатки да просто чтобы эти кусочки войлока никак никуда не выкидывать жалко ведь такой я делаю обычно по 5 лепестков можно больше меньше как он заблагорассудится не обязательно там идеально ровные края но тут у нас не осталось на большой лепесток один мы вырежем два не очень больших то есть это вариант вот цветочка такого как я их называю абстрактусы именно из обрезков вот смотрите что у нас получается так так ну вот этот сдвоенный из двух лепесточков ничего страшного это у нас первый уровень дальше мы смотрим что тут у нас есть в кусочках вот выбираем делаем вот такие вот лепестки вот так вот пусть не очень ровные ничего страшного пусть на это причем могут быть войлочные лепестки из войлока от разных работ посмотрите у себя покопаетесь что там есть в остатках ведь лоскуточки всегда жалко выкидывать все рукодельницы страдают от того что со временем всяких разных лоскутков набирается так много а рука все не поднимается их выкинуть у меня дома есть волшебная коробка большая но не буду брать ни одна вот и и там вот тоже всякие лежат такие вот кусочки кусочки вот еще мы лежим вот из всех уголков что там где у нас получится вот такие совсем маленькие лепесточки вот уже сколько их хватит вот сколько их там этих уголочков три вот все узенькие полосочки у вас на это прекрасно пойдут четыре вот даже все маленькие такие где-то можете даже крошки сэмплов когда подравниваете для того чтобы их хранить не выкидывайте все пойдет в такую работу все пригодится ну вот нарезали таких хвостиков все что осталось всякая разная мелюзга тоже не выкидывайте прямо ее для себя вот так вот режьте кромсайте вот на такие кусочки это ваши домашние небсы складывайте их по пакетикам потому что покупных небсов таких вот цветов или допустим где вы купите небсы которые с одной стороны шелковые с другой стороны шерстяные это можно сделать только дома а для создания всяких фактурных поверхностей это очень удобный материал ну вот у нас есть все наши вот нужные заготовочки на цветочек теперь делаем что я беру вот такой вот кусочек флиса там несколько кудряшек можно там белого цвета можно окрашенный флис пожалуйста я очень люблю цветочки именно с кудряшками и берем мы его так вот обкладываем вот так с нескольких сторон нашими вот этими маленькими лепестками то есть импровизируем на тему сельдинки цветочек так вот собираем их все вместе в такой пучок положили достаточно равномерно ну вот флис такой длинный мне не нужен я его тут сразу срежу не было у меня совсем коротких кудряшек можете взять те которые покороче в общем все что есть под рукой такое иногда такие цветочки можно дарить вашим заказчикам вместе с той вещью которую они заказали вот так вот просто сначала нитками прокалываем все вместе вот так вот сшиваем конечно хорошо и может быть это так совсем совсем правильно делать цельноваленные цветы они очень красивые получаются можно сделать имитировать и розы и всякие другие цветочки хорошо красивые просто изумительно ювелирно красивые цветы получаются методом сухого валяния есть непревзойденные мастера такие как Вика Козырь где действительно каждый цветочек это произведение искусства мы делаем сейчас вещь такую более простую вот так вот подрезаем хвостики вот что у вас получилось пока ну красот никаких ничего особенного дальше мы берем второй ярус начинаем выкладывать вот так вот и уже нитку я обычно беру двойную чтобы она не порвалась в процессе да если вы где-то что-то потянете потому что ну в общем так достаточно обидно бывает что уже почти все сделано раз а ниточка оборвалась вот мы постепенно добавляем лепестки так вот ими обкладывая сердцевинку положили лепесточек сделали стежок и опять-таки пока еще это только облески войлока красоты никакой ну вот что-то такое невнятное еще не бойтесь все в наших руках дальше первым делом я возьму вот эти два лепестка которые надо сшить вместе на что они никуда не отвалились ну это вот сейчас два так обычно я делаю если хватает обрезков то делаю все-таки пять вот этих более крупных лепестков вот эти два пришили дальше вот эту часть можете здесь где-то между слоями положить там лоскутик какой-то добавить тоже не помешает не испортит ничего страшного то есть все такое вот все обрезки идут в работу ну вот собственно все лепесточки мы подхватили со столом вот еще раз смотрим лишнее что-то торчит длинные хвостики вот так потом я прямо ниткой дополнительно скрепляю серединку потому что все таки ну это не цель наваленный цветок он в первую очередь сшитый нам важно закрепить вот такая вот штучка вот который предстоит стать цветком вот так вот это 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 пока еще не цветок это еще только что-то смешное что мы делаем дальше наше мыло и и берем поливаем это дело водой вот я прямо над столом так вот безбожно лью водой вот вот она у нас эта водичка так намыливаем ничего не надо бояться ничего с вашим цветочком не случится такого страшного налила вот если много воды да вообще я это делаю в ванной комнате обычно вот что касается цветов намылить намочить намылить чтобы ничего потом с собой не таскать а потом начинается вот такой вот простой процесс то есть вы валяете периодически вы беретесь вот за эту попку да как она цветоложе научно называется вот его дополнительно вот так вот об ладошку подрюете покатаете вот так в руках помнете можно абыкиевскую пленку тоже покатать помять потом вот взять еще лишнюю воду убрать и еще помять помять то есть безжалостно относимся конечно к этим кусочкам войлока трудно представить что из этого может получиться что-то нежное и красивое вот крутим мнем периодически лепестки отделяем один от другого тоже не забываем потому что ну мельнос это дело такое тонкий мельнос очень он любит сваливаться быстро и потом может такое наступить что нам просто будет эти лепестки не разодрать то есть мы периодически контролируем вот так вот разбираем в процессе все равно это очень легко и очень просто вот так вот расстеляем расстеляем вот так вот те которые в самой серединке тоненькие были да их можете особенно не разделять пусть они в такие тычиночки как палочки пушистые такие заваляются рядом с кудряшками кудряшки тоже будут эффектно смотреться вот так он подваливается можно и так и так всячески мнем его истязаем этот несчастный цветочек для того чтобы он стал красивым и счастливым вот вылок уплотняется еще дополнительно нам надо чтобы он был довольно плотным потому что нам надо чтобы цветок держал форму без всяких дополнительных покрытий пропиток только за счет плотности вылока это у меня условия в моих цветах я ничем их дополнительно не пропитываю вот какие есть такие полностью натуральные почти как живые вот поправляем каждый лепесток расправляем и опять расправили а опять начинаем его мутурить ну то есть ну вот вы чувствуете что уже в общем то это превратилось во что то такое непонятное после этого несете вы поласкиваете ваш цветок вот тут можно как бы прополоскать в горячей воде потом включить холодную и сделать небольшой контраст вот ну вот я покажу вам сейчас сразу как цветочек потом сделаю ему красивые фотографии уже вместе с жилетом вот вы вот так смело совершенно каждый лепесток вашего цветка растягиваете вот можете прям такие усилия хорошие прилагать вот и когда этот цветок вот уже у вас он выполоскан да все все процедуры проведены вы вот так вот раскладываете и сразу каждому лепесточку придаете нужную форму которая вам больше нравится если вы хотите что там на розочку похож или на пион ну тут у нас цветок такого голубого цвета пионов таких не бывает про розы такие голубые голубые я тоже чуть-чуть только в сказках слышала вот так что ну постепенно выкладываете 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 и в итоге у вас будет получаться красивый цветок вот еще раз вот еще один лепесточек нашелся причем кудряшки в серединку вы можете добавлять и овечьи и ламы и козочку ну в общем тоже все что есть под руками ну вот где то вот такой цветочек у нас получился да на удивление вот после того что мы сделали так какой дальше вот финальный момент когда все цветочек высох я обычно доделываю какими-то бусинками это могут быть ну вот выбираю красивые бусинки одна может быть центральная яркая ну будут у вас фотографии вы это все разглядите вот можно взять вот так вот подкинуть там жемчужинки какие-то натуральные искусственные в зависимости от того во что вы оцените оцените ваш цветочек такие возьмете материалы что вам надо по вашей задумке ну и как вы планируете а может быть вот центральная бусинка будет не такая у меня несколько вариантов тут было подготовлено может быть она вот такая будет столько некрасивого антуража вокруг вот такая она может быть вот а можете взять вот такую красивую бусину ну то есть вот вариантов может быть масса и в любом случае это будет красивая необычная единственная в своем роде брошь которую можно носить не только с этим жилетом вот так вот я ее возьму вот так это были ненужные обрезки которые по сути дела кто-то бы и выбросил а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok